И вот еще один невероятный случай. На первый взгляд даже мистический. Странная история из России. В Челябинской области женщина готовилась родить двойню. На девятом месяце беременности ее отправили на кесарево сечение. А после операции сообщили, что никаких детей нет и не было. А вот что было, так это большая опухоль, которую ей просто удалили. Так кто же на самом деле ошибался? Женщина или врачи? В этом запутанном деле сейчас разбираются правоохранительные органы. А вместе с ними и наш корреспондент Ксения Крихелли. Такие два костюмчика брали специально. Одинаково. Ну вот такие вот ползуночки, вот такие вот штучки тоже брали на лето специально. К рождению детей в семье Авдеевых готовились основательно. Обустраивали комнату, поставили кроватку. У них уже есть трое детей. На этот раз ждали двойню. Предположительно мальчиков. Муж был счастлив. Когда мы узнали, что я беременна, у него настроение было. Он быстро начал ремонт делать. Но детей в доме так и не дождались. В начале января, когда пришло время рожать, женщина из родного поселка Киалим поехала в город Мяс, в больницу номер два. Там ее тут же отправили на Кесарево. А потом врачи сообщили шокирующую новость. Алена говорит, у вас никакой беременности не было. Была киста, скопление крови. Мы, конечно, все как полагается сделали вам. Врачи в Мясской больнице с журналистами теперь не общаются. Объясняться приходится городским чиновникам от медицины. Ни о какой беременности речи не шло. Больная в роддом города Мяса не поступала. То есть помощь оказывалась и в условиях хирургического отделения, гинекологического профиля. Я чувствовала сердцебиение. Я чувствовала это. Я чувствовала, что там как будто не то, что там аж прям шибко дрались или что. Как рыбки там у меня. Боль, боль, боль. Там все в животе. Алена считает, это мог быть врачебный заговор. Либо детей просто украли, либо случайно убили и попытались скрыть следы. История оказалась настолько запутанной, что подключились следователи. Проверяют всех медиков, особенно тех, кто ставил Авдееву на учет. Родовой сертификат ей выдали в больнице города Карабаш. Сомнений, что женщина беременна, здесь ни у кого не было. Исключить, конечно, 100% вообще в нашей жизни ничего нельзя. Но, в общем-то, срок достаточно хороший, чтобы его перепутать с кистой. И несколько специалистов смотрела за беременностью. То есть я не думаю, что прямо все разом могли ошибиться. За все время Алена Авдеева, как сама говорит, сделала несколько УЗИ. Однако справки вместе с другими документами мистическим образом исчезли сразу после операции. Какие у меня в руках были документы, как паспорт, полюс, карточка моя, которая наблюдалась у врача в нашей больнице в Карабашской. Они у меня сразу забрали на посту. На руки, говорит Алена, отдали только паспорт и ксерокопию одного УЗИ. Его теперь она предъявляет как неопровержимое доказательство. В Кыштынском заключении написано, что беременность 23-24 недели у меня. В Минздраве Челябинской области такой документ в расчет не берут. У женщины беременности не было. Не было она. Предъявила сфальсифицированные результаты УЗИ, на основании чего была поставлена на учет по беременности. Гинеколог Юлия Филяева за этой историей следит из Москвы. В ее практике таких загадочных случаев не было. Но специалист не исключает, УЗИ вполне может быть подлинным. Просто врачи могли ошибиться. Вы видите сочетание черных, белых и серых пятен. Кисты, миомы, они тоже могут быть очень разнородные. Это все косвенно. Особенно при фантазии. Увидели неравномерную структуру миомы, неравномерную структуру кисты. И приняли что-то за ручку, что-то за носик. Все находится на пересечении двух вещей. Обеспечение техникой и профессиональный уровень доктора. Впрочем, есть еще одно предположение. У Авдеевой могла быть ложная беременность. Явление не такое уж и редкое. Встречается у шести женщин из 22 тысяч. При этом все словно на самом деле. Задержка менструации, тошнота, шевеление. И женщина, которая воистину верит в то, что она беременна или очень хочет этого, она, безусловно, и мы все знаем, не так сложно испытать эти вегетативные ощущения. Мы встречаемся с ними и в другие периоды своей жизни. И принять их можно вполне за желанную беременность. Впрочем, есть одно бесспорное доказательство, что женщина беременна и УЗИ не нужно. Об этом знает каждый медик. Есть стетоскоп, который акушеры еще с древних времен слышали сердце. Ухом через вот эту трубочку они все равно могут услышать сердцебиение малыша. Пульс у женщины где-то 60-80, а сердцебиение у плода – это 120-180. Алена уже и сама сомневается, а были ли дети. Теперь хочет во всем разобраться. Для этого и пришла к гинекологу Ирине Макшеевой, врачу, которая вела ее беременность. Но даже в рабочие часы кабинет доктора закрыт. Ксения Крихеря, Александр Александров, Лилия Самойлова, Елена Воротилова и Леонид Шаталов. Вместе Россия. Субтитры создавал DimaTorzok